Этому автомобилю до пяти метров не хватает каких-то жалких шести сантиметров. Он огромен. У него есть третий ряд сидений. В него помещается как минимум восемь пассажиров. Его багажник гигантский. Понравится ли это нашему покупателю? Да я просто в этом уверен. К тому же перед вами третье поколение легендарной хонды пилот которую прямо сейчас мы начинаем тестировать топливный партнер программы столичная сеть АЗС Хонде пилот реализован не только бесключевой доступ здесь на брелочке есть отдельная кнопочка при помощи которой вы дистанционно можете активировать мотор. Что касается электропривода багажника вы можете открыть пульта или нажать на кнопку и все у нас сработает. Я уже говорил о том что багажник просто гигантский. Я не вру восемьсот двадцать семь литров. Если сложить второй ряд сидений то получится практически тысяча восемьсот. Да это впечатляет. Если мы посмотрим на хонду пилот сбоку то поймем что японцы не сильно заморачивались дизайном а просто отмасштабировали хонду CR-V. Красив ли этот автомобиль? Думаю что нет. На самом деле когда мы говорим о красоте скорее всего имеет смысл обсуждать такой автомобиль как мазду CX-9. А вот хонда пилот это для меня такие знаете удобные классные домашние тапочки и в дальнейшем я докажу свою теорию я думаю что для тех кто сидел в хонде CR-V текущего поколения вот такая вот архитектура построения салона не будет вызывать никакого удивления и ощущение новизны навряд ли вы получите. Но такова философия практически сегодня всех брендов. Тотальная унификация. Начиная с маленькой хонды Civic заканчивая хондой легендой которая может быть когда-нибудь появится вы будете видеть одни и те же решения ну в зависимости от комплектации и премиальности чуть больше качественных материалов. Ладно давайте перейдем к оценке дизайна интерьера этого автомобиля. Сидения у нас огромные, похожие на кресло, без какой-либо ярко выраженной боковой поддержки. Чувствуется, что сделано это все под широкие американские спины. Я тоже уже начинаю приближаться к этим стандартам и должен сказать, что мне здесь удобно. Теперь давайте посмотрим на руль. Руль у нас под стать размером автомобиля. Большой, кожаный. Качество кожи, как я называю свинячье ухо, но тем не менее. Руль мультифункционально. Если посмотрите на щиток приборов, спидометр, тахометр у нас аналоговые, посерединке, большой цветной бортовой компьютер, который может даже дублировать указания навигационной системы. Тут она есть от компании Garmin. Очень удобная и очень полезная, хотя мне кажется, что гугловские карты поинтересней будут. Если вы посмотрите на центральный экран, который я сейчас протираю, то здесь у нас большой цветной экран мультимедийной системы. Он с тачскрином. Ээ обладает различными полезными опциями. Например, вы можете подключить Android Auto или Apple CarPlay. Конечно, можно подключиться по Bluetooth к этой системе. Что касается дополнительного функционала, можете управлять задним аудио, потому что когда мы пересядем на заднее сиденье, вы поймете, что это важно. Чуть ниже у нас можно сказать классическое управление двухзонным климат-контролем. Все понятно. Выглядит несколько архаично. Многие компании уже давно все объединяет в блок с мультимедийной системой. Есть свои преимущества, есть и недостатки. Преимущество заключается в том, что вы легко и просто можете управлять климат-контролем, потому что все кнопки снаружи, индикаторы тоже. А вот если бы все это было зашито мультимедийную систему, то наверняка вам бы пришлось нажимать гораздо больше кнопок для того, чтобы добраться до приложения управления климат-контролем. Есть у нас DVD. Что самое удивительное, по бокам от этого DVD у нас расположен подогрев сидений и вентиляции сидений. Вентиляции сидений, конечно же, я приветствую, но выглядит все это не очень логично, потому что когда ты смотришь на блок, где написано DVD, тебе кажется, что это дополнительные кнопки, которые этим самым DVD и должны управлять. А если нет, то почему здесь нету кнопок, например, подогрева лобового стекла или подогрева руля? Вы думаете их нет? Я тоже думал, что нету подогрева руля, но потом я вспомнил, что компания Honda любит кнопку подогрева руля устанавливать прямо на руль с левой стороны. Не всегда видно эту самую кнопку, но я ее нашел. Что касается подогрева лобового стекла или зоны дворников, с этим я не до конца разобрался, то находится с левой стороны возле вашего колена, там, где вы можете включить-отключить парктроник, а также систему курсовой устойчивости. Здесь же находится кнопка ЭКО, которая помогает вам экономить топливо, она тоже перекрыта рулем. Честно говоря, забавно рассказывать про какие-то эргономические огрехи именно в автомобиле марки Honda, которая всегда славилась тем, что ты интуитивно находил все кнопки управления, которые были тебе нужны. Только что себя поймал на мысли, что возможно в девяносто девятом году, когда я впервые сел за руль автомобиля Honda, тех кнопок было мало, поэтому их легко было найти. Сейчас, конечно, спустя девятнадцать лет этих самых кнопок в автомобиле стало больше, потому что он больше умеет. Вот такое вот мое объяснение тому, что я сейчас наблюдаю. Кстати, у нас есть кнопка старт-стоп и бесключевой доступ автомобиль. Если смотрим чуть ниже, разъем HDMI и разъем USB. Два подстаканника, ну конечно же, куда от них деваться и кнопка переключения режима въезды. Об этом поговорим, когда будем кататься на автомобиле. Вообще, Honda пилот внутри напоминает удобную куртку, которой пользуются, например, фотографы с огромным количеством карманов. Посмотрите на карту дверей. Здесь как минимум четыре отделения для мелочей. Если мы посмотрим на центральную консоль, которая разделяет пассажирская и водительское сидение. Здесь вообще просто огромное отделение, где может быть холодильник, есть место для мобильного телефона, есть еще один разъем USB и также еще один прикуриватель. А когда я поднимаю глаза вверх и нажимаю на вот эту вот историю, то оказывается, что наша Honda это по-настоящему семейный автомобиль, это зеркальце, позволяет тебе абсолютно легко наблюдать за тем, что происходит на втором ряду сидений и даже на третьем. Да-да-да, это контроль за детьми. Сидения, как вы поняли, у нас кожаные, перфорированная кожа, подогрев, вентиляция, все просто зашибись. Какие могут быть претензии к Хонде Пилот у людей, которые привыкли ездить на европейских SUV. Если вы внимательно присмотритесь к дизайну интерьера, то поймете, что здесь кожаными являются только сидение и руль. Все остальное это пластик. Иногда пластик деревянный. Хотя, когда я вспоминаю первое поколение Хонды Пилот, то там все это выглядело вообще так, как будто это можно было мыть прямо со шланга. Очень был практичный автомобиль и дети могли там вытворять все, что угодно, потому что испортить ничего было нельзя. В сравнении с первым поколением Хонда Пилот третьего поколения выглядит практически премиальным автомобилем, за исключением кожи. Дизайн интерьера не нравится. Очень по-японски, много кнопок, много всяких разных удивительных линий в салоне автомобиля. Ничего меня не раздражает. Я был готов к такому дизайну, честно говоря. Очень нравится вот эта вставка под палисандр, которая закрывает дополнительное багажное, я бы сказал, отделение. Мне вот этой вот вставки, этой вот фактуры не хватает на месте вот такого вот глянцевого пластика. Хотя наверняка есть разные комплектации этого автомобиля, где кое-что все-таки можно изменить. Что касается места для мобильного телефона, я уже говорил, что здесь ящичка в огромное количество. Самое удобное место это вот, например, возле ручки переключения коробки передач. Также можно положить специальное отделение внутри. Но больше всего мне нравится в этом автомобиле, что за рулем я чувствую себя изрядно похудевшим человеком, потому что места для водителя очень и очень много. Притом этого места много вперед, назад, много места для головы, много места для правой руки, много места для левой руки. А если отрегулировать руль, то много места вообще где угодно. Кстати, руль у нас не регулируется при помощи электропривода. Все нужно делать механическим путем. Хотя в автомобилях такого класса европейских автомобилях такого класса такие регулировки могут быть. У корейцев точно могут быть, но мне кажется, что они последнее время уже стоят дороже, чем японцы. А черт, чуть не забыл. Тут вместе с регулировками сидений даже есть их память. Так что ваш сменщик, дальнобойщик может вас всегда подменить. И вот еще одна история. Вот, например, такая ручка. Она регулируется по высоте. Вы можете ее подобрать и достаточно удобно положить руку. Хотя, конечно, это не заменяет отличный подлокотник, который мог бы находиться на такой высоте. Но это отделение мне по-прежнему импонирует. Даже несмотря на то, что оно сожрало место под большой гигантский огромный кожаный подлокотник. Если на водительском сидении Honda Pilot я чувствовал себя крепко похудевшим, то на втором ряду чувствую себя настоящей анорексичкой. Здесь не просто очень много места. Здесь может начаться настоящая болезнь открытого пространства. Сидения у нас огромные, удобные, есть подлокотник. Сами сидения вы можете придвинуть или отодвинуть. Если вы посмотрите вниз на ровный пол, то увидите воздуховоды, которые зимой будут обогревать ваши лапки, а летом охлаждать. У нас здесь есть блок управления климат-контролем, есть подогрев сидений. Вы также можете подключить две пары наушников, есть зарядка для мобильного телефона, разъем HDMI. Подстаканника у нас шесть. Вот здесь посередине два и в картах дверей еще по два подстаканника. В общем, это, наверное, настоящий рай для подростков. Вы можете заехать на фастфуд, накупить им вкусняшек, включить. Что включить? Конечно, люди неопытные скажут, что можно включить им подсветку. Нет, друзья, это же по-настоящему японо-американский автомобиль, поэтому вы здесь можете включить еще одну мультимедийную систему с монитором. Здесь есть даже кнопки, но людям, которые разбираются в Хонде Пилот лучше, чем я, пока рано меня критиковать и говорить, что я ничего не понимаю. Я знаю, так же, как и вы, что это пульт, который помогает управлять мультимедийной системой. В общем-то, 15 лет уже или 18 лет премиальные автомобили японские вот эту всю историю предлагают своим потребителям. Чего не скажешь про европейские автомобили. Будем ли мы пересаживаться на третий ряд сидений? Обязательно. Этот автомобиль восьмиместный. Об этом указано во всех релизах. Этот автомобиль большой. И сейчас я думаю, что наконец-то, впервые за много лет, третий ряд сидений должен устроить даже человека высокого роста. Например, метр девяносто. При весе сто килограмм я должен там умереть, меня должно затереть креслами, как льдами, но я верю в Хонду Пилот. Кстати, здесь также для улучшения ощущения комфорта есть что правильно шторки. Ну что ж, начинаем наш небольшой эксперимент. Я нажал кнопочку и сидение отодвинулось. Я не думаю, что это электропривод, я думаю, что это пружинка, которая помогает отодвинуть вот это громоздкое кресло. Здесь, кстати, у нас тоже ровный пол и это не может меня не радовать. Что ж, я вот сейчас отрегулировал сидение так, чтобы мне было удобно на втором ряду и чтобы было максимально удобно на третьем. Сейчас мои колени абсолютно не прикасаются к спинкам. Я уверен, что там места по-прежнему достаточно. При этом у меня здесь есть подлокотник с двумя подстаканниками и воздуховоды, которые спасут вас в жару, ну и меня тоже, и в холод. Сами эти спинки сидений у нас уже по-моему никак не регулируется, но при этом угол установлен не вертикально. Мне максимально комфортно. Я верил в Хонду и она меня не подвела. Один из немногих восьмиместных автомобилей, в котором на задний ряд сидений можно посадить не только без многих детей, но и здоровенных жлобов, которые легко и просто в этом автомобиле проедут триста, четыреста, а если надо, то шестьсот километров. Главное, чтобы с первого и второго ряда бросали сюда корм и воду. И все. Все остальное максимально комфортно. Вижу ли я мультимедийную систему? Да я вижу мультимедийную систему водителя и легко буду видеть мультимедийную систему для второго ряда сидений. Браво, Хонда! Ты оправдала все мои ожидания. Еще бы ты выглядела как топ-модель и цены бы тебе не было. Да, цены бы тоже не было. Я думаю, что я бы сказал сто пятьдесят тысяч долларов. Да, красивая, да, классная, недорого. Поэтому ну ладно, что ты не красавица. И здорово, что ты удобна. Я уже говорил, что у нас большой автомобиль. Именно поэтому ему под стать был предложен трехлитровый V-образный шестицилиндровый мотор со всеми фирменными разработками Конды от втека до работы цилиндров. Именно поэтому я не щурясь и не кривясь могу смотреть на бортовой компьютер, который мне показывает, что в смешанном режиме расход топлива составляет у меня десять и четыре литра. Конечно же, это просто восхитительный результат для мотора мощностью двести сорок девять лошадиных сил с крутящим моментом под триста ньютонов. Кстати, Хонда утверждает, что вот этот вот тяжеленный восьмиместный SUV разгоняется до сотни за девять и две секунды. Обычно Хонда никогда не врет о динамике своих автомобилей. И прямо сейчас мы проверим, сохранилась ли эта тенденция. Так, первая попытка сразу увенчалась успехом девять и две секунды до сотни. Сейчас мы делаем вторую. У нас небольшой спуск горки, попутный ветер. Думаю, будет чуть быстрее. Да, действительно. Девять секунд ровно. Еще раз браво Хонда. Все свои бумажные показатели автомобиль подтверждает в реальности. Вместе с этим трехлитровым мотором работает шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Уверен, что если бы была восьмиступенчатая, то расход топлива был бы еще меньше, но сам автомобиль стал бы дороже. Также благодаря тому, что у нас продвинутая система полного привода. Ранее она называлась на МДХ по-моему АВД. Теперь ее модернизировали. Новое название, новые умения. Самое главное, что может этот привод, это управлять векторами тяги. К тому же у нас есть специальная кнопка, которая позволяет нам включать режимы снег, грязь, песок и нормальный. Будем ли мы проверять систему полного привода на наших проапгрейдных роликах? Конечно же, никто не уйдет безнаказанно с наших тестов. Если вы заметили, то после апгрейда подиумов всем участникам проходить проверку полного привода стало сложнее. Зато мы получаем максимально честную картину. Много лестных слов мы слышали о системе полного привода SH-AVD и на первых этапах она действительно демонстрирует высокую эффективность. Приятно, что автомобиль не пасует перед стендами, установленными диагонально и абсолютно спокойно преодолевает самые сложные варианты, когда сцепление остается лишь у одного колеса. Кстати, история о том, что система полного привода умеет передавать практически весь крутящий момент на внешнее заднее колесо для лучшего прохождения поворота, похоже, правда. Это же помогает автомобилю съехать с трех подиумов. Лучшее торможение Honda Pilot с 60 км в час на нашем тесте 13 метров 66 сантиметров. Худший результат 1499. Среднее по результатам трех заездов 14 метров 12 сантиметров. Что у нас с переставкой? Здесь, несмотря на размеры, вес и клиренс в 20 сантиметров, пилот выглядит не просто пристойно, а очень даже хорошо. После 60 километров он легко справляется с отметками 65, 70 и 75 километров в час. Устраивает ли меня работает коробки передач, да? Вы знаете, я практически не могу даже почувствовать, когда она переключается. Машина двигается очень плавно и очень комфортно. Другое дело подвеска. Она у нас здесь многорычажная, она у нас здесь достаточно мощная, она очень неплохо отрабатывает ямы. Есть, конечно, и небольшие проблемы. Как только пилот попадает на некачественное дорожное покрытие. Хороший барабанщик тут же получит настоящий концерт и звонких пустотных звуков. Акустический дискомфорт особенно от задней подвески я вам гарантирую. Чувствуется, что в первую очередь этот автомобиль был настроен под хороший асфальт и для надежной езды по скоростным хайвеем. В дорожном потоке ты абсолютно не чувствуешь, что управляешь большим тяжелым восьмиместным SUV, у которого к тому же клиренс двадцать сантиметров. Браво Хонда. Нет вот этого тяжеловесного ощущения Toyota Land Cruiser или Toyota Land Cruiser Prada. Хотя, конечно же, сравнивать эти автомобили просто невозможно, потому что Toyota это рамные внедорожники, а Honda Pilot все-таки ближе городским паркетным автомобилем. Что касается шумоизоляции, здесь отлично поработали. Ты не ощущаешь никакого дискомфорта ни на скорости восемьдесят, ни на девяносто, ни на ста, ни на ста сорока километрах в час. Благодаря тому, что у нас здесь большой V-образный шестицилиндровый мотор на трассе вам очень легко будет ускоряться со скорости и сто и сто двадцать километров в час, потому что запаса здесь достаточно, а двигатель очень эластичный. Кстати, отличная разработка от компании Хонда, которую вы можете встречать на других моделях. Когда вы включаете правый поворотник и перестраиваетесь в правый ряд, у вас мгновенно включается камера, которая установлена на правом зеркале и картинка выводится на большой монитор мультимедийной системы. В общем, задавить маленький Жигуль или Fiat 500 у вас точно не получится, потому что эта самая камера в ночи тоже очень четко передает дорожную информацию. С другой стороны, на сегодня это наверное единственная современная система, которая могла бы говорить о том, что Хонда тоже движется в сторону автономного вождения. Представители Хонды в Украине сказали, что да, действительно, это все-таки автомобиль для американского рынка. Нужно об этом помнить, но очень скоро в Украину приедет европейская Хонда CRV, у которой много систем, которые четко указывают, что автономная езда и автопилоты это ближайшее будущее и для японского бренда тоже. Я уверен, что в конце нашего теста вы согласитесь со мной, что Хонда пилот это большие, комфортные, удобные, невероятно продуманные домашние тапочки, с которыми практически невозможно расстаться, потому что аргументов в пользу этих самых тапочек гораздо больше, чем против. Вы смотрели программу две лошадиные силы. Встретимся, надеюсь, на следующей неделе.